Мы поддерживаем то, что качественный контент должен быть платным, но именно качественным, а не набор каналов, которые состоят из рейтинговых и каналов низкого качества. Это как раз нам и навязывают медиагруппы. Пакет, который сформирует согласно новому постановлению закона, предусматривает 14 каналов, которые являются дозательными, и 24 канала, которые принадлежат медиагруппам. В общей сумме это составляет 38 каналов. Разместить эти каналы в социальном пакете – это тоже нелегко и проблематично. Это один вопрос. Второй вопрос – это каналы, за которые нужно платить. Каналы, которым увеличится монетская плата нашим абонентам. И правильный ли это выбор в нашем тяжелом экономическом ситуации в стране, это делать или нет, этот вопрос, который нужно сейчас рассмотреть. С 1 января цена за социальный пакет будет увеличена на стоимость этих каналов. И доступность его, как социального пакета, будет снижена нашему потребителю. Это недопустимо. Поэтому, что вам нужно сказать? Мы не можем поставить людей в вакууме без доступа к информации. На каких условиях будут подписаны наши договора, пока неизвестно. Но люди должны понимать, что увеличение абонентской платы исходит не от нас. Некоторые провайдеры Украины уже предупредили своих абонентов о том, что, возможно, в новом году они оставят своих абонентов без этих телеканалов. Нами были разосланы письма всем медиагруппам с просьбой позволить нам транслировать, ретранслировать технике канала на тех же условиях, которые были ранее. Реализуя этот закон, также медиагруппы оставляют за собой право повышать плату за одного абонента, которого они на выставили. Что хочу сказать нашим абонентам, обратиться ко всем. Мы планируем на сайте 0629 разместить возможность проголосовать и ответить нашим абонентам, готовы ли они к увеличению абонентской платы за просмотр каналов, которые ранее были бесплатными. Уважаемые жители Мариуполя, просим вас не оставаться равнодушными и принять участие в этом опросе. Таким образом, выразить свою позицию и поддержать провайдеров города Мариуполя. Спасибо. Добрый день, друзья. Меня зовут Евгений. Я директор компании Кринити. Что хочу добавить. Наша компания поддерживает позицию наших коллег в городе Мариуполе. Основной вопрос в чем мы считаем. Есть люди, которые готовы платить за это телевидение. Я уверен, они в Мариуполе есть. Они готовы будут заплатить и 15 гривен, и 50 гривен за просмотр этих каналов. Но есть люди, которые эти каналы не смотрят и они не готовы к какому-либо повышению цен. Что от нас требует. От нас требует подписать договора, в которых мы обязуемся в украинскую максимальную расповсюжение. То есть мы обязаны по этим договорам эти каналы дать в каждый дом, в каждый минимальный пакет. Вне зависимости от того, хочет человек их смотреть или не хочет. Плюс второй момент. Идет продажа пакета каналов. Об этом говорили наши коллеги. То есть аналогия следующая. Вы приходите в магазин купить хлеб. Вам говорят, извините, хлеб по отдельности мы не продаем. Он продается только с бутылкой воды и банкой красной икры. По-другому можете выйти из магазина. Та же самая ситуация. У каждой медиагруппы есть определенный перечень каналов. Набор от шести до девяти каналов. И предложение идет только пакетно. То есть мы не можем человеку, который любит смотреть только один канал, продать его и добавить ему одну гривну к оплате. Идет жесткое условие, что мы должны вмещать целый пакет. И вне зависимости от того, хочет человек смотреть эти каналы или не хочет, мы должны ему эти каналы насильно продать. Речь идет о том, что изменение списка телеканалов возможно с 1 января, если мы не найдем взаимопонимания с медиагруппами.